Не живу, а существую. Этими словами нашу съемочную группу встретила Лариса Потанина. В ветхом доме на Луначарске она живет уже больше 60 лет. Обвалившаяся штукатурка, капающая вода с потолка и невероятная сырость. Жить здесь невыносимо, говорит бабушка. Даже обычная готовка пищи может обернуться трагедией. На кухне у пенсионерки дыра в потолке. В один прекрасный день я стояла, готовила. А тут была подпорка тогда, это может сами поставить палку. Раз, как оттуда грохнет, целая губа земли всей. И все, и песок, батюшки, и вот, как мне ни на голову, меня не пришибало, я уж отскатила. И там, видимо, обрушается оно постепенно, там, и цемент, и это там все, это глина, оно все сыпется сюда. Все сыпется сюда. Ну это что это такое? Лариса Потанина говорит, что в 2016 году здание было признано аварийным. Жильцы из других квартир давно уже съехали. Ей одной деться некуда. Так с недавних пор появились новые соседи. Люди без определенного места жительства. Из-за одного такого постояльца чуть даже не произошел пожар. Внизу там залез, залез. И там, видимо, он жил пять дней, оказывается. Кто? Этот бомж. Это МЧС уже сказали, когда они после. Приходили тут делали, акт вставляли. Я говорю, вы знаете, я даже не в курсе. Ага. Потому что так тишина была. Ну, видимо, так тихонько себя вел. Закурлили, чего он там делал. Решить невыносимые условия быта пенсионерка пыталась через управляющую компанию. Но проверяющие просто развели руками. Жалуется Лариса Потанина. Приходили просто. Пришли сюда. Пришли, посмотрели. Потом комиссия пришла, поглядели. Ну, а что? Аварийный дом, что? Ну, ждите, когда вам дадут квартиру. И все. Ждите. Вот. Вы стоите там на очереди. И все. И ваш год подойдет. И все. Обслуживает ветхий дом муниципальная управкомпания МКП ЖКХ. О работе этой организации «Шестой канал» рассказывает не первый год. Зачастую жители домов, которые обслуживает управляшка, жалуются на ее работу. Но уйти в другую управляющую компанию не могут. Частные управленцы, такие дома, как Нолначарского 3А, просто отказываются брать в свой фонд. Но ведь если дом в аварийном состоянии и там живет, лишь один человек, это же не значит, что обслуживать его не надо. Мы решили поинтересоваться в управкомпании, а как они оценивают состояние жилого дома. По их мнению, здание находится в рабочем состоянии. Дескать, делают все, что в их силах. Существуют у нас и плановые осмотры дома, осенние и весенние. Все в рабочем состоянии. Понятно, дом, его домом сложно назвать. Но если ты считаешь, что дом в таком виде находится в рабочем состоянии? В рабочем имеется в виду, что коммуникации все работают. По мере того, что там реально сделать. Все, в принципе, выполняется. Мы просим считать этот материал официальным обращением в госжилинспекцию. Действительно ли все делает муниципальный управкомпания для жительницы дома на Нолначарского 3А? А где же в этой истории городские власти? Почему практически в самом центре Владимира женщина не может выбраться из ветхой развалюхи? Как рассказывает бабушка, уже в этом году ее должны были переселить из аварийного дома. Новоселье ожидалось в сентябре. Но теперь ей вновь предлагают подождать. Срок переезда отложили аж до 1 марта 2024 года. Переезжать же в маневренный фонд женщина опасается. Пожилой человек боится, что так и не дождется переезда в новую квартиру. Готовы ли власть имущие услышать проблемы пенсионерки и помочь ей с переездом? Не исключено, что дом скоро просто-напросто рухнет. Оперативного ответа от чиновников нам получить не удалось. Так что наша редакция обратилась к ним с письменным запросом. Мы будем следить за развитием событий. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал.